Меня зовут Вадим Александрович Моженко. Я кандидат наук, доцент Белорусского государственного университета физической культуры. Четыре года я преподавал здесь гуманитарные дисциплины студентам ученого и заочного отделения, руководил дипломными работами и магистрскими диссертациями. Но после всего, что произошло в Беларуси за последние месяцы, нельзя просто так учить и учиться, как ни в чем не бывало. Полистические репрессии и фальсификации на выборах перешли в тотальное насилие против белорусского народа. Более 30 тысяч человек были арестованы, многие из них избиты и искалечены. Роман Бондаренко, Александр Трайковский и другие мирные протестующие убиты. Один из убийц Бондаренко закончил наш университет. Репрессии коснулись многих ученых и преподавателей. Те, кого не уволили, боятся высказать свое мнение под давлением администрации. Сотни студентов отчислены, яркие студенческие лидеры сидят в СИЗО КГБ. В университетах орудует милиция и ОМОН. Студентов запугивают и не дают им собраться вместе, вплоть до того, что закрывают в аудитории на время, когда назначена акция солидарности. Я сам был свидетелем, как лестницу возле нашего университета охраняла милиция и какая-то дружина БРСМовцев. Силовики снимали все на видео, лишь бы не дать собраться студентам на мирную акцию. Это ненормально и неприемлемо в университете. Нам говорят, что университет не место для политики. Но где, как не в университете учить и учиться быть гражданами? Активный и ответственный гражданин своей страны – это не бездумный исполнитель приказов администрации, но человек со свободной волей и собственным ОМОН. Я всегда учил студентов думать самостоятельно и смело высказывать свои мысли. И я видел, насколько сильно это отличается от всего того, что есть в нашей системе образования. Я не могу больше работать в государственной организации, которая стала частью системы подчинения и репрессий. Я ухожу из университета, чтобы обязательно вернуться учить студентов в новой, свободной Беларусь. Я хочу обратиться ко всем бывшим коллегам и студентам. Не бойтесь. Администрация и силовики пытаются нас запугать, но на самом деле им самим очень страшно. Страшно от всего того, что они уже натворили. Страшно от того, как проснулся белорусский народ. Сегодня всем очевидно, на чьей стороне правда, а кто – ну просто лжецы и преступники. Я понимаю, что действовать и говорить публично о своей позиции страшно. Но еще страшнее жить в стране, где власть держится на терроре против собственного народа. Мы обязательно победим. А старая диктатура рухнет и погребет под своими обломками всех тех, кто за нее держится и совершает преступления, кто оправдывает беззаконие и вранье, а сила – в правде. Живее Беларусь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...